Всем привет! С вами Иван Кожей. Сегодня мы продолжаем обозревать сухарики Риос. Риос это бренд, который продается только в магазинах сети Экомаркет. Вот, то есть заказывают они его где-то конкретно для себя. Вот, сегодня у нас будут сухарики пшенично-ржаные. Вот, вкус бекона, упаковочка 100 грамм. Обошлась она мне в 4 гривны 45 копеек. Это где-то около 18 американских центов, вот, или в рублях 11.90, российских рублях, прошу значения. Вот, в принципе, достаточно неплохая пачка, имеется ввиду упаковка, внешний вид. Вот, как бы не пожалели, если брать тот же хит-продукт, или как он там назывался в Элмарке, вот, или сухарики с фуршета, вот, то есть там видно, как бы, что это ихняя, и упаковочка такая достаточно бюджетная, невзрачная. Вот, то здесь, как бы, в принципе, сразу и не скажешь, что такой вот продукт, который под заказ конкретно, вот, в определенной сети магазинов. Сухарики, в принципе, вот, обычный внешний вид, вот, тоненькая нарезочка, вот, не знаю, почему от Риоса решили сделать, вот, их пшенично-ржаными, вот, то есть с белого хлеба, грубо говоря, вот, ну, или смесь хлебов. Вот, вот, вкус бекона, вот, как-то, знаете, запаха такого, сильно выдающегося, вот, сразу заметного как-то не слышно. Попробуем на вкус. Ну, и в целом, вот, хочу сказать, что я больше люблю ржаные сухарики, вот, то есть белого хлеба мне, вот, нравятся только определенные вкусы. Вот, бекон, здесь почему-то так вот, знаете, такой, то ли мне попалось, попался сухарик, который не особо был пропитан, ну, не знаю, по-моему, как бы, не хватает вот этой вкусовой добавочки. Сейчас попробую найти такую какую-нибудь яркую, где не пожалели, вот, в принципе, наверное, этот. Как по мне, здесь, вот, вкус бекона, он не особо насыщенный, вот, как-то, вот, не знаю, не очень слышно, не ярко выраженный такой вкус. Ну, и, сам по себе, пшеничный сухарик мне, не особо нравится. Ну, тем не менее, за 4,47, вот, сухарика здесь достаточно, но, в принципе, похрустеть им и можно. На этом у меня все, с вами был Иван Кожем, до новых встреч, всем пока.